друзья подписчики всех приветствую в общем сегодня у меня на обзоре вашим запросам вот эти вот кроссовки которые я вам показывал недавнем анонсе ну это была распаковка вещей с супер распродажа распродажа эсика он говорил сумасшедшая была распродажа но она не то что уникальная я вам кто смотрит мои видео он про это еще давно рассказывал были другие распродажи и много вещей вам и не показывал может когда когда их соберу отдельное видео покажу покажу вам что я на прошлых покупал вот наши кроссовки в основном почти все показывала вещи обычно не показывал но были до этого распродажи примерно такого же уровня вот тоже мне пишут что ты показываешь ну как бы распродажу что она уже закончилась ну а как я вам могу ее до этого показать вот то есть просто следите за этими распродажами как начинается покупать и то есть если это закончилось это же не значит что другой не будет были как бы и до этого распродажи и будут еще в общем по поводу кроссовок ну давайте посмотрим кроссовки потом я вам уже расскажу что про них думаю потому что если я сейчас буду рассказывать всю историю их покупки и там свое мнение то это как бы займет полчаса и про кроссовки вам так не расскажу в общем модель гель quantum 364 л.е. я вам говорил что ну заказал их просто случайно из-за того что они были разные распродажи как бы мне понравились характеристики и внешности как бы цена ну в итоге они как бы я вам горел достались мне бесплатно я тоже всю эту историю с покупкой рассказывал поэтому как бы не хочу повторять в общем кроссовки неоднозначные вот почему и стоит их как бы рассмотреть так сейчас у меня коробка куда-то упал шокот занял мое это самое съемное место в общем как сказать неоднозначно они необычные такие как бы я сказал нестандартные то есть с одной стороны в них но я тоже рассказываю как бы свое мнение своими словами я не знаю там что может кто-то про них думает что-то другое то есть как по моему мнению в них как бы все собраны современные технологии которые бывают ну в современных эйсиках но обычно кроссовки выглядят как вот когда-то давно у меня был обзор вот эти модели когда они в то время были достаточно современные но они сейчас наверное современной но уже не самые супер современной но это вот были gt 2000 кстати тоже модель 4 вот то есть как бы внешность просто обратите внимание а это получается тоже как кроссовки которые как бы высокотехнологичные да то есть это не то что вот линейка которая раньше называлась эсик тайгера сейчас она называется эсик спорт стайл там кроссовки именно которые под ретро вниз и в них там есть какое-то минимальное количество технологий да но у них там все в основном как бы о внешности то есть суперская как бы дизайн и крутая получается качество то есть то что они не убиваемые вот это в них как бы ключ а здесь как бы ключ в том что эти кроссовки должны быть супер удобные именно для бега или там для длительной какой-то ходьбы то есть ну именно они то есть как бы по вот спорт стайл там так и написано что это как бы не кроссовки для спорта не для занятий видом спорта именно просто кроссовки там походить такое то есть не беговые там никакие а вот эти вот кроссовки они именно как бы спортивные но в то же время они в себе сочетают как бы внешность обычных ну таких как это сказать casual стайл или что то есть обычных кроссовок которые сделаны как бы вот этот весь материал это он ну не знаю как он выглядит на видео но это натуральная кожа именно натуральная даже не искусственная вот оригинальная цена 190 долларов я говорил вам на распродаже они были 46 там чем-то я не помню в прошлом видео я показывал вам чек сейчас они по моему 79 на распродаже но обзор ну отзывы по ними естественно почитал вначале но как бы мне приглянулась вначале внешность вот понравилось особенно в глаза бросается такая вот подошва красивая и также мне понравился вот расцветка вот это вот синяя очень мне нравится такая и код называется уже показывал такого цвета кроссовки с гортекса тоже эсик вот как бы приглянулась внешность и это ну и цена я думаю если оригинальная 200 баксов чтоб за 45 то и не взять короче ну думаю закажу на пробу вот конкретно значит по технологиям ну здесь тоже знаете все эти технологии технологиям розин то есть можно даже какую-то там мельчайшую хрень знаете называть технологией там ее патентовать и сейчас все эти производители кроссовок там это делают но со временем уже просто видно что это приходит как бы уже ну какому-то просто бессмыслице потому что там в одном кроссовке там получается чуть ли не сотня технологий и по сути дела как бы людей это уже мало интересует что там за технологии им главное как бы чтобы кроссовок хорошо на ноге сидел чтобы в нем там офигенно было ходить бегать по много километров не уставать да и чтобы размер подходил и чтобы они ну красиво выглядели и чтобы в то же время были ненадежные а не так что ты в них месяц побегал и покупай новые вот то есть ну это лично мое мнение может потому что как бы много знаком с кроссовками но как мне кажется что эти технологии уже особо как бы ну в основном больше как бы как маркетинг ну как мне кажется они уже не особо работают потому что настолько уже сейчас вся эта обувь стала современная столько много этих технологий что у них как бы сложно там уже отличить чем они вообще как одна там технология другой отличается чем у разных брендов они отличаются в чем вообще заключаются эти технологии короче вкратце так чтобы уже не быть голословным первая и самая главная технология это гель 360 то есть но гель это уже давняя давняя технология если к она еще там с 90-х годов с начала 90-х и она заключается в том что в подошву для лучшей амортизации добавляется вот такой материал вот этот вот он это и есть именно гель вот всегда он был как бы внутри если это кто там видел light и 3 light и 5 там тоже есть гели в лайтах первых есть но только его не видно он находится внутри подошвы и вначале он там добавлялся только в пятку в каких-то кроссовках он еще добавлялся потом там впереди со временем здесь уже как бы ну вот да даже те же я вам показывал вот эти вот gt2000 то есть видите она уже просто ну как запылилась и как бы естественно в не ходил но если вот присмотреться видно вот это вот прозрачная оранжевая штука вот это вот и есть как бы вот этот гель здесь добавлю то есть добавляли его там сам сейчас уже не по жадности 360 ну естественно до этого была модель гель 180 она так суре друзья села это самая батарея в общем да чем я вам горел в общем были это самая модели где гель 180 то есть пол кроссовка как бы с гелем здесь уже не по жадности полностью по всему кругу вот смотрите как он выглядит добавлен этот гель ну практически до самого конца здесь вот чуть-чуть нету но здесь как вы видите у нас идет подъем здесь уже в принципе вы не наступайте здесь он скорее всего и не нужен уже как бы бесполезны это короче первая технология вторая технология которая тоже как бы является технологией запатентованной она называется hill clutching system то есть это система замок пятки то есть смысл том что как бы раньше пятка она добавлялась просто вот таким вот как сюда вставлялась пятка как бы всегда считается шоу в спортивных кроссовках должна быть именно твердая твердая добавлялась она обычно сюда разной формы просто или такая вообще вставка пластиковая или у такая вот как по форме пятки сейчас она добавляется такого в форме какого-то экзоскелета и она короче не такая она короче идет как бы вот так с одной стороны а с другой по другому то есть она как бы ну сделана эргономично по форме того что она захватывает пятку сделано это для чего для того что когда вы как бы надеваете кроссовок как бы пятка входит в этот механизм hill clutch это имеется ввиду как бы замок пятки и потом когда ты ногу поднимаешь для того чтобы у тебя пятка как бы не отрывалась от самого дна кроссовка то есть по идее она так должна работать но я не знаю насколько она так работает или что это я вам просто объясняю какая эсика объясняет какие технологии в этом есть кроссовки потом следующая технология у них много технологий которые называются флюид типа жидкая если вот эти вот тоже ну и по ним было отдельное видео на канале можете посмотреть здесь написано fluid ride технология и здесь еще флюид что-то вот тут вот оно уже просто затопталось непонятно что там написано короче ну в общем там у них их несколько этих флюид технологий здесь как бы они говорят что есть технология fluid fit upper то есть вверх fluid fit это имеется ввиду что внутри какая-то специальная подкладка которая сделана из растягивающихся усиленных материалов и которая как бы облегает ногу и в том месте где как бы надо растягиваться она хорошо растягивается в других местах где не надо она наоборот как бы усилена и ну то есть это связано с анатомией самой стопы то есть они изучают вот стопа наш по сути дела у человека работает как рессора то есть она же не плоская такая она вот на самом деле вот такая и это получается как бы природный механизм амортизации то есть он выглядит вот ну как рессора на машинах на старых вот то есть когда человек падает она как бы там амортизирует и там очень сложный как бы вот этот анатомический механизм и они изучают вот как бы там на компьютере как эта стопа изгибается и как бы в тех местах где она гнется добавляют один материал других другой где-то где надо добавляют там мягкая где-то наоборот жесткая и то есть это имеется ввиду что здесь как бы вот в подкладке вот добавлены вот эти вот как бы материалы которые принимают как бы форму ноги ну следующая здесь как бы бесшовная конструкция это уже как я так понимаю не запатентованная технология просто технология то есть по типу того что как бы нету никаких швов то есть если вы посмотрите ну здесь вот это только пятка пришита но здесь как бы шва нету потому что внутри я вам говорю этот вставлен экзоскелет системы замка а сам вот это вся вот это вот вся вот это вся кроссовок видно он весь цельный полоски вот эти они на него только нашиты ну как то есть по сути дела швов там если как посмотреть на например вот тут да тут весь кроссовок он сшит из маленьких кусочков то есть вы видите как и снаружи так в принципе и внутри вот бесшовная конструкция технология потом технология ну это она в принципе тоже не чудеса но она тоже в дешевых кроссовках как бы ее нету то есть стелька здесь не просто стелька она сделана вот из этого дорогого материала артолит то есть это действительно ну такой серьезный материал запатентованный у него такие свойства что он хорошо как бы отводит воду он какой такой если присмотреться пористый в то же время он как бы считается дышащий и он очень хороший у него как бы ну как мягкость то есть это не то что memory foam которая ну вот я вам уже рассказывал про memory foam на нее не надо вестись то есть оно когда вы меряете кроссовок магазине вы померяете он будет как бы такой мягенький приятный но когда вы в нем походите год его после этого можно выбросить уже этот memory foam стаптывается а это короче арсалит она практически как бы вечная ну по крайней мере ее на дофига лет хватает то есть она как бы ну на многих серьезных кроссовках они этот используют арсалит и там этот артолит в этом кроссовке вот он есть стельки и кроме этого здесь вот тоже что я вам говорил это подкладка специальная которая как типа облегающая это fluid fit подкладка вот в этой подкладке используется артолит x40 вот то есть ну вот это вот что тут наложено я так понимаю что это вот этот артолит x40 то есть это как бы той же фирмой принадлежит ими же запатентованный но только на тоже он про производил обладая теми же свойствами там отвод влажности и дышащий но только у него другие как бы эти параметры то есть он такой более мягкий видимо ну тоже наверно тоже что-то типа memory foam но только не memory foam потом здесь уже вот применены новые материалы то есть это не такие материалы как на гель-лайт 3 там на гель-лайтах то есть ну вообще стандартно считается что тут всегда эво применялась у эсика там была своя специальная спи эво а здесь уже вот это вот не его это не спи эво это вот эта вещь называется солилайт то есть смысл в нем том что он уже обладает более лучшими характеристиками по амортизации и по прочности то есть он был лучше амортизирует вот он как бы более мягкие более амортизирующий в то же самое время он более прочный меньше изнашивается и у него меньше вес то есть это получается как бы какая-то там супер эво ну то есть это уже не его но по характеристикам как бы получается она получше вот то есть вот такой вот здесь вот этот материал и вот это вот вот это вот AHAR то же самое эта технология была и здесь вот она написана это переводится ASICS HATCH HIGH ASICS HIGH ABRAZION RESISTANCE то есть это технология высокоабразивного сопротивления то есть вот этот вот вот этот вот на пятке вот эта резина она высокоабразивная ну то есть сопротивление наоборот то есть RESISTANCE сопротивления то есть сопротивление абразивности то есть на как это сказать критических местах там где самая большая нагрузка на истирание ну то есть понятно что в кроссовке быстрее всего как бы стирается пятка потому что вы всегда наступаете поэтому здесь пятка выполнена из этого материала то есть он как бы плохо стирается медленно но в то же время он должен сохранять как бы свои свойства хорошего сцепления правильно с дорогой и ну и понятно то есть можно как бы сделать из железа да или там из титана или из какого там материала который как бы тоже будет плохо стираться но в то же время он по другим характеристикам как бы кроссовку не подходит здесь нельзя как бы железный каблук сделать ну то есть это материал который специально разработан именно вот для того чтобы усиливать в подошве вот эти вот критические места подошвы вот ну и последнее здесь две технологии значит первая технология айджиэс это импакт гайдан систем то есть получается раньше у них было сейчас я посмотрю вот как здесь было блин вот здесь топтала сейчас я на втором посмотрю гудэнслайн вот написано гудэнслайн гудэнслайн это вот это вот полоса которая шла то есть она типа повторяет там как это сказать геометрию там анатомию короче как стопа там ну короче здесь все как бы рассчитано то есть чтобы она как эта линия направляет как бы движение там стопы да все эти дела и вот здесь вот если вы посмотрите динамик до макс и было еще как то система вот это вот называется сложно тоже понять короче они чтобы не пузырить людям мозги они все эти системы объединили в одну систему и теперь она называется и без импакт гудэнс систем то есть сюда входит это гейдлайн сюда и входит и дуа макс сюда и входит и все и теперь в итоге все эти системы объединились и они стали из себя представлять вот эту вот видите пластмассовую штуку то есть вот эта штука это типа вот как там я помню на adidas такие торшины были но они на всех кроссовках были просто по-разному назывались уже сложно понять как она уже в реальности вот ну примерно по аналогии то есть это твердый твердый вообще тверд твердейший такой пластик но он вообще очень твердый но в нем здесь видите специально вырезаны вырезы вырез сделаны такие проточки ну и конечно у него есть это самое свойство то есть он гнется и видите моментально вообще возвращать то сейчас эта вся система она объединена и здесь вот это вот видите белая это та же самая вот эта твердая пластмасса то есть она сделана в одном месте поменьше толщина в другом месте побольше толщина в одном месте она лучше гнется в другом хужесть в каком-то месте вообще этого пластика нет то есть вся эта система сделана именно для того чтобы ну тоже сложно вот а если там это смотреть там есть же в стопе вот когда вы бежите или ходите есть тупинация есть там недоступенация про нация короче там куча вот этой всей фигни то есть и ну те кто их делают они это изучают годами то есть они знают где что убавить где что добавить чтобы как бы не было скручивания ноги заваливание стопы и чтобы в то же время как бы она ну как в таких кроссовках типа легче бегать потому что там где надо разгибаться они помогают разгибаться там где надо сгибаться они наоборот там помогают сгибаться вот то есть они как бы помогают вот естественной анатомии на стопы вот с помощью этих как бы вот механизмом гуйденс то есть есть гуйденс это как бы ну как блин направление гуга гид гид это тот кто вот вы там на гида чтоб он вас куда-то водил то есть это как бы помощь направление вот такое то есть она помогает направляет вот это вот самим пакту и дан system и вот это вот трусик систем я так понял что это просто вот это то что они на вырезали здесь дырочка но ну и как бы соединили это все в одно это ну как бы облегчение что-то такое то здесь куча 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 технологии это вот он только несколько назвал который так самые более-менее основные вот давайте посмотрим то есть по внешности здесь сделаны отверстия сквозные в коже для вентиляции но они не прямо сквозные до ноги а там еще есть подкладка в подкладку это понял эти отверстия не пробиты но по крайней мере я их как бы не вижу вот но покладка прокладка она дышащая я вам говорил там как будут наполнительно из этого арсалит x40 здесь видите сделано такое рифление кожи не знаю для чего ну для дизайна наверное просто причем она и с этой стороны тоже продолжается вот но с этой стороны нашиты еще вот эти полоски которые показывают что это эсик вот здесь они видели на стрельце такие немного какие-то фиолетово-розовые вот тут они вшиты сюда здесь видите отверстия под шнурков нету никаких не пластиковых не металлических не скоб ничего нету то есть просто отверстия пятка ну все здесь твердая твердая в то же время все упругое видите то есть благодаря вот этим экзоскелетом гель квантум 360 это собственно модель и логотип обычного эсика вот по гелю самому видите ну есть небольшие как бы видно дефекты литья но мне кажется это вообще очень сложно так сюда сделать этот гель плюс пластмассу плюс вот эту штуку плюс еще это плюс там они еще говорят что в разных местах разная плотность вот этой вот пены самой как она там называлась он горел солид то есть это вообще сумасшедше так по видите наплывом там клея единственная вот где-то в одном месте воды видел тут видите капля и все а так по всему кроссовку я посмотрел все четко четко вот ну это выдавлено просто в коже ну я думаю что это будет тоже очень долговечная потому что это такие выдавленные я видел вот и на лайтах 3 но это им сколько лет вот такая же замша и точно также она у здесь была выдавленная она в принципе до сих пор еще сохранилась хотя вот то есть я не думаю что это быстро облезет то есть она как бы выдавлено и там внутри видите как бы такой залита как краской шнурки ну нету ничего-то в них необычного как что-то я вам недавно показывал какие-то прикольные были шнурки ну они в то же время неплохие я не вижу в хлопковыми то есть они скорее всего ну не скорее всего ну по ним видно что они какие-то вот такие высокотехнологичные тоже с искусственного материала здесь видите как сделано то есть она не как в дешевых шнурках просто запаяна в такую пластиковую трубочку которая со временем короче или ломается или расклеивается а здесь металлические наконечники вот такие вот причем они с отверстиями и конец видите тоже такой как здесь трех зубец он весь закруглен но то есть такой шнурок он никогда не растрепится вот у вас он всегда будет у такой как наконечник какие специальные металлические наконечники вот язык очень комфортно и то есть видно здесь он выполнен тоже из какой-то вот замши но это везде вот везде вот здесь этой замша или кожа здесь как бы вот снаружи это понял что искусственного материала нету выдавлена тоже здесь эсик так выпрессована и видно уже сразу здесь вот идет этот мягкий материал такая подкладка и она классная язык он такой тоже мягкий но в то же время он такой вот и вот радует что это не неопрен потому что вот неопрен как на лайтах 5 сделано м грил это фигня за что и собственно лайт и 5 и не полюбил потому что этот неопрен он со временем вот так же как и memory foam он спрессовывается и спрессовывается он и это как бы очень плохо потому что потом этот нет язык ну там он вообще толстый он становится такой тонкий и здоровый тонкий ну короче он уже перестает выполнять свои функции из-за этого весь кроссовок уже собственно недействительно но здесь даже написано вот кожаный верх резиновая подошва производства вьетнам ну в принципе все эсики нормально они во вьетнаме делаются вот все модели там размеры штрих-коды можете посмотреть вот ну язык такой длинный длинный он пришит только в самом низу то есть видите по бокам он не пришит бывает еще когда язык он пришит где-то вот здесь здесь ничего не пришита то есть вот он пришит только вот тут снизу там снизу есть небольшой шов вот вот в этом месте он чувствуется пальцами сюда до пройти но он у такой небольшой идет где-то отсюда до сюда вот тут язык только пришить все больше как бы ничего нет ну здесь эта вставка для шнурков короче стельку я мужу показал пятка тоже никаких швов ничего нету здесь видно единственный шов это где соединяются наружные половинки кроссовка но внутри ничего нету и внутри есть только шов между передней и задней частью то есть вот она видите а так они я понял что тоже дальше вот эта часть и это они цельны ну это в принципе все давайте посмотрим как это самое выглядит блин ну это надо как-то ладно нажму пока на паузу как-то переставить кота друзья это самое блин я же вам это самое второе не показал он так в коробке как лежал второй все в принципе то же самое можно даже его как бы не смотреть особо единственное что на нем есть такие вот тоже теги блин мне не видно потому что камера так неудобно вот свет 400 это я эсик вот такая вот так кроссовок точно такой же ну ладно все равно надо как бы оба мере короче вот одеваю чтобы вы видели как одевается то есть смотрите 1 идеально одевается и ну надо конечно я просто зашнуровываю как они были я ничего тут не перешнуровывал вот я вообще только один только прикидывал так на ногу чтоб размер посмотреть а вот этот я даже и не мера тоже бумажки внутри на этикетки ладно потом вообще не надо снимать то же самое раз одеваются очень удобно и сразу когда одеваете сразу чувствуется вот примерно как я вам показывал кроссовки гипергель ощущение примерно как в них но в тех более тугие в этих более свободные но сразу чувствуется что все ноги как бы полностью плотно плотно облегают ничего не это самое ну ничего как вот не болтается никаких не чувствуется пустот но в то же время как бы ничего не давит не стесняют движения то есть чувствуется очень комфортно я думаю шоу по удобству в них очень удобно ходить или наверное бегать вот ну ну тут еще увидите у меня такие штаны просто походный конечно это не для походов поэтому они как бы наверное с такими походными не очень смотрятся вот ну вообще ну что сказать по итогу да я вам хотел как бы свое мнение в общем читал и отзывы отзывы по ним как бы супер но то что люди и говорят что они как бы удобные 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 да но вот так же получается как и я люди не понимают именно конкретно их него предназначения потому что по идее когда вот я вам говорю кроссовки вот такие то все понимают для чего они просто покупают их и бегают убивают а здесь люди как бы вроде бы они и для бега и для спорта но в то же время выглядят как-то странно не как спортивный и вот что я читал люди то боятся в них бегать он чтобы думают что это замша с ней что-то случится она порвется или там промокнет ну короче как бы ну конкретно как-то айсик не определяют их не назначение вот как я думаю что это просто как бы получается спортивные кроссовки с видом обычных да то есть их по сути дела если вы берете то как бы надо рассчитывать но я тоже так думаю что их надо как бы не для бега брать а брать именно для ходьбы вот и просто как бы в них если вас внешность особо не напрягает примеру если бы у меня был выбор да там по удобству ходить там в таких или там в лайтах 3 ну я имею ввиду если бы они выглядели одинаково конечно я бы выбрал такие ну почему я хожу как бы в лайтах 3 да потому что лайт и 3 выглядят как мне кажется красивее да поэтому я как бы в них и хожу ну как ни крути в лайтах 3 нету такого комфорта и подавно то маленький кусочек геля в пятке и больше нету никаких вообще технологий как я вам говорил только внешность и надежность вот а если внешность для вас не важно а вам главное комфорт то конечно эти кроссовки это как бы я считаю этот топовый выбор тим более за такие деньги там 45 баксов это вообще то есть но они очень-очень комфортабельные то есть очень классно амортизирует классно облегают ногу но недостаток это естественно как бы внешность то есть это я вам говорю я как бы и мне внешность более менее понравилась но это именно мне потому что мне спортивная внешность вообще вот как я вам говорил как именно спортивная вот такая мне не нравится это я эти купил как в основном потому что мне цвета нравились и подошва здесь более-менее такая под камуфляж ну и это самое и цвета вот синие оранжевые более-менее такие то есть именно только так поэтому а так бы я вообще такие бы не брал вот спортивные но я взял одни думаю пускай будут все-таки одни все равно нужны там бегать или шут поэтому мне честно говоря внешность не очень и плюс как тоже на любителя но мне кажется не очень как-то удачное сочетание цветов уже у них есть черная модель но мне черный цвет не нравится но людям например нравится черный вот черных кроссовках вот это все тут тоже черная вот в них как бы мне кажется есть смысл они просто такие черные стильные как бы нету никакой дисбаланса а здесь получается сам кроссовок как бы к такой красивый синий вот это вот подошва белая еще ладно но тут уже коричневая вот это вот она как бы уже не к селу не городу вот то есть ну вот это мне не очень как бы нравится хотя в принципе когда они стоят у а ну так и не особо заметно но если бы здесь сделали синюю подошву или может быть даже черную то мне кажется было бы получше или с черной подошвой или синий было бы покрасивее лично мне внешность не очень мне нравится как бы цвет и материал но именно так как бы дизайн и вот ну в общем как бы общий вид вот все в купе мне не очень нравится не как-то кажется что вот это вот подошва такая супер современная с таким как бы кайфовым верхом не гармонирует как мне кажется что какой-то дисбаланс в дизайне вот но это на любителя но например если для пенсионеров да вот у кого уже там спина болит ноги болят и они как бы много ходят гуляют да чтобы ну вообще очень быстро не умереть от старости мне кажется вот именно для пенсионеров это идеальный вариант потому что как бы пенсионерам слишком броская не надо здесь как бы нету броскости и в то же время топовый комфорт и как бы недорогая цена потому что когда у тебя там пенсия ну небольшой доход то понятно что ты нам кроссовки за 500 баксов не хочешь брать а за 50 вполне себе за 40 вот ну то есть мне кажется идеальная ну как ниша это как бы для прогулок пенсионерам ну или для любых людей кому как бы эта внешность нравится вот ну я честно говоря даже не знаю то есть комфорты все меня устраивает на тысячу процентов очень они удобны на ногах ну лично я наверное в них пока не буду ходить я их просто положу и может когда уже буду выходить на пенсию тогда может быть буду в них ходить вот ну так я думаю шоу кроссовки за эти деньги достойны вот ну это как я вам говорю это чисто мое мнение потому что даже вот я вам недавно выкладывал там мнение по например одежде да и вообще никто со мной не согласен ну там буквально несколько человек сказали что им тоже понравилось как бы одежда а большинство коры конечно это самое написали что это полный отстой там для гомосеков и такое короче ну не знаю мне наоборот кажется что вот это вот не круто знаете в однообразности ходить то что как сейчас ну куча вот людей там в одинаково одноцветной одежде знаете которая ничем не радует ничем не выделяется и у тебя как бы ну вот это не знаю мне кажется наоборот это какая-то уникальность оригинальность одноцветных там ну таких простых вещей сейчас вагон и маленькая тележка то есть в любой магазин за зайди как бы увидите в таких как бы вещах наоборот мало людей ходишь не знаешь что надо на всех равняться поэтому я вам говорю что это как бы чисто мое мнение но кроссовки класс одних больше конечно положительных эмоций чем отрицательных вот это я говорю это чисто под мои одежды под мои интересы потому что может быть джинсами они будут очень круто или шортами смотреться увидите защитными такими походными штанами они как бы не очень смотрятся вот в общем ставьте лайки пишите каменты очень интересно ваше мнение спасибо за просмотр пока пока и до благоволитком господи